Про Медведева, да, Наталья, очень смешно. Да какой там взломали, сам он это все писал. Я вот знаете, про него историю вам расскажу, никому не рассказывал. Я когда-то работал в отделе политики МК, когда я туда пришел, это была такая сумасшедшая газета, очень свободная, 98-й год был, а на самом деле с 95-го я работал как корреспондент по Центральной России, так называемой, жил в Тамборе, а потом переехал уже. Вот и со мной в кабинете, ну в нашем кабинете отдела политики сидела такая Наташа Тимакова, умница, красавица, философский факультет МГУ, тогда она была младшим корреспондентом отдела политики. Вот, очень хорошие у нас были отношения, она факсы от меня из Тамбова принимала, расшифровывала, там их отдавала машинисткам, да и такое тоже было. Потом резко пошла карьера вверх, Наташа пошла, по-моему, в Интерфакс, в Коммерсант, не помню очередность, а потом она стала пресс-секретарем нашего «Свободы лучше, чем несвободовца». Вот. И вот где она сейчас, интересно, не она ли, не Наташа ли пишет ему своим философским факультетом эти идиотские посты, потому что они, вот я прочитал, они грамотные, то есть там вроде нет грамматических ошибок, свойственных алкоголикам и наркоманам и так далее, там, всяким личностям, которые считают, что они задают правила в этом мире и вращают землю своей ходьбой. Вот, может, Наташа, спросить там у нее, кто из бывших коллег, не она ли пишет эти посты Медведеву, было бы смешно. Вот. Окей, бог с ними, со всеми. Наташа последний раз, по-моему, рассказывала уже, я уже в Украине жил, по-моему, 15-й год или даже 16-й, и она лайкнула какой-то мой абсолютно антироссийский, проукраинский пост. Я этот лайк разглядывал дня три, думал, что, ну, случайно, класснуло, тогда мы еще во Френдах были или как-то там, в Ленте, по крайней мере, вот, осталось. И я думал, уберет. Нет, не убрала, может, и сейчас там есть. Ну, что сказать? Ну, спасибо им, на самом деле, спасибо, если это Наташа Тимакова помогает, Димон. И ей спасибо, и Димону спасибо, что не дает он миру ни на секунду забыть про то, что они безумные. Ни на секунду не дает расслабиться, никаким своим Путин-Ферштейрам не дают никаких шансов абсолютно на, как бы, на то, чтобы с ним даже попытаться о чем-то договориться. Да, Димон взял на себя функцию Жирика, перетянул одеяло, так сказать, с охладевшего тела этого старого пидораса, в самом несексуальном смысле этого слова, вот, потому что кто с ним занимался сексом, я даже представить не могу. Это как же надо любить деньги. Но про Жириновского, давайте сегодня будет немножко и мечты, немножко истории. Про Жириновского могу рассказать, что однажды в редакции МК году в 99-м напился пресс-секретарь Жирика, в хлам напился, а там бар работал, ну, у нас до упора, тут надо отдать должной хитрости руководству. И он напился, начал рассказывать, как его шефу заказывают солдат, ну, 83-х срочников, в Москве такая услуга существовала. Их, значит, вы закидывали к нему в бассейн с голыми, и он с ними плескался, а потом они его там каким-то образом удовлетворяли. Я себе представить, меня чуть не вырвало прямо там, вот, ну, вот, зато никаких иллюзий про Владимира Вольфовича у меня не было, потому что человек, я не про его сексуальную ориентацию, разумеется, а про то, насколько циничная подлая скотина, да, вот. При том, что на самом деле Жириновский, он был, чтобы вам понимать, он был тише воды ниже травы. Вот я потом однажды был на одном большом, там, день рождения, кого там только не собиралось, у некоторых людей медийных, да, и он сидел там где-то напротив меня, вот, и вообще звука не издавал, не дышал такой вообще, всех слушал, со всеми соглашался, мягко, нежно шутил, то есть он был актер, актер театра зла такого, да. Этот вот Жирик-то, конечно, помню, он играл роль, а Димон на самом деле дебил, понимаете. Тут такая вот история, и он реально глуп, он еще очень обидчив, очень, я помню, мы, когда в МК работали, самый тяжелый период в плане наездов власти был именно Димоновский, но я не беру, беру до 14-го года, конечно. Это он следил за каждой фотографией, и помню истерики, когда не такой поворот головы, и, видимо, там Тимакова звонила Гусеву, наверное, их бог узнает, как там было, это хозяин и редактор, который тут обещал меня убить, значит, террористическим образом. Нервы, наверное, сдали после того, как лишился всех видов наживства во Франции, хотя мог остаться честным человеком, спокойно жить на своей французской вилле, в парфорической квартире, где там у них что-то было, не знаю. Вот, ну, каждый выбирает то говно, в которое вляпывается сам, ну, вот про Жирик рассказал, рассказал, Димон это вообще.